Коллеги, здравствуйте, меня зовут Борова Наталья, и я директор по маркетингу крупнейшей на Урале частной медицинской клиники, которая расположена в Екатеринбурге. И сегодня моя тема, она, ну, казалось бы, так себешечно связана с продажами, особенно с продажами онлайн, потому что вы как коммерсы, вы как управленцы, вы же прекрасно понимаете, что в основе бизнес-моделей клиник в России, да и не только в России, в мире, лежит все-таки оффлайновый прием, лежит личный прием. И несмотря, ну, как несмотря, да, нам законодательство не только Российской Федерации, но и в принципе не позволяет увести все в онлайн, ну и так, и достижения науки и техники, несмотря на то, что Илон Маск, я думаю, что вы слышали, изобрел такую штуку, как нейролинк, это чип, который можно выживлять в голову почти, да, там почти в мозг, который способен восстанавливать функции головного мозга у тех, кто пережил инсульты, аварию, и люди заново учатся, будут учиться ходить, говорить, видеть. Даже несмотря на это, очень сложно себе представить клинику онлайн, ну, потому что каким образом онлайн прием стоматолога или онлайн прием гинеколога можно сделать? Но все-таки онлайн продажи нам не чужды, и как это мы делаем? Что с нами случилось после 28 марта? Я думаю, что знаете, что Урал в это время закрыли на карантин. Я расскажу сегодня. Значит, при чем здесь онлайн продажи? При том, что давайте рассматривать продажу не только как сам факт передачи денег и оказания услуги, но и как какой-то многоэтапный процесс, который растянут во времени и который начинается еще с момента неосознанной потребности и заканчивается какой-то внутренней похвалой тут, типа, после покупки или после оказания услуги, что типа, молодец, хорошо выбрал нужное место. Так вот, все эти этапы, за исключением оказания самой услуги, мы и вывели в онлайн за время пандемии. И четко выверенная стратегия, про которую я сегодня буду рассказывать, и позволила нам повысить количество услуг в онлайн на 443%. Когда бы в мирное время мы бы увидели такой рост? Слушайте, ну, наверное, практически никогда. И по итогу года, я думаю, что мы, я думаю, что мы выйдем на долю, на рост доли рынка плюс 5-6% и для нашего сегмента это, для нашего сегмента это очень много. Значит, я вижу комментарии, что УГМК и здоровье несовместимые понятия. Слушайте, ну, давайте я расскажу для жителей не Екатеринбурга, что УГМК здоровье это клиника, которая входит в крупный холдинг УГМК, который, кроме, понятно, клиники, основной его бизнес, это металлургические предприятия. И на сегодняшний день, ну, мы лидеры не только, конечно, рынка Екатеринбурга, но и мы помогаем, мы помогаем всем жителям Урала быть здоровее, красивее. Мы за последние полгода, мы теперь рожаем детей, мы помогаем беременеть, и мы видим действительно большую и, знаете, какую-то социальную миссию в этом. Если вернуться к нашей теме, то чтобы вы не думали о том, там, кто я и зачем я вам все это рассказываю, кроме того, что я директор по маркетингу, я эксперт по стратегическому маркетингу, по антикризисному маркетингу, по маркетингу человеческих отношений как внутри компании, так и по отношению между компанией и клиентами. Я топлю за человекоориентированный сервис, и это один из тех хитов, на которых стоит наша клиника. И кроме этого, это интеграция коучинговых технологий в реальный бизнес-процесс, это тоже зона моих интересов, и это то, что я делаю в клинике. Ну и то, что, наверное, вам будет интересно, я 15 лет работала в активных продажах, я продавала телевизионную рекламу на телеканалах, там, НТВ, ТНТ, СТС, ТВ3, и после того, как ты продавал телевизионный эфир, ты можешь фактически в воздух, ты можешь продавать все. Сейчас я директор по маркетингу клиники, и наша клиника входит в 20-ку крупнейших частных клиник страны, является самой крупной на Урале. Мы в себя включаем медицину от нуля, даже не от нуля, давайте скажем, от минус 9 месяцев до рождения, ну, фактически до 100 лет. У нас больше полутора тысяч сотрудников, мы принимаем больше 180 тысяч уникальных пациентов в год и обрабатываем там 800 тысяч входящих звонков. И сегодня мой доклад построен на нашем реальном кейсе, но чтобы это не легло кирпичом в вашей портфеле, кирпичом чужого опыта, я покажу больше нашу систему мышления и конструктор идей, которыми мы пользуемся. И проиллюстрирую именно это примерами из клиник. Значит, оглядываясь назад, я понимаю, что именно эта система мышления позволила нам как выстоять в первую волну кризиса, в первую волну пандемии, так и хорошо подготовиться к той волне, которая сейчас есть, сейчас начинается, мы ее очень сильно видим и чувствуем. Итак, что же мы сделали, когда стало понятно, что 28 марта наступила карантин и самоизоляция? Мы задали себе 5 вопросов, которые мы продолжаем себе задавать на протяжении всех этих 5-6 месяцев. Вопрос номер один. Что мы сделали до карантина, кризиса и самоизоляции? Что нам сейчас очень поддерживает? Где мы были молодцы, что мы сумели предугадать и сделать? Важный вопрос, который позволяет проанализировать бизнес и понять, что же нам позволит устоять. Вопрос номер два, который, я думаю, что задавали вы в себе тоже. А что мы не сделали до наступления карантина, кризиса и самоизоляции? Это как раз то, что, знаете, как вы говорите, «Эх, если бы я знал, я бы сделал». Так вот, вы пишите на бумагу как минимум 30 вещей, которые вы бы сделали, если бы вы знали. Очень помогает подготовиться ко второй, а то и к третьей волне, которая, скорее всего, будет весной следующего года. Третий вопрос. Что мы хотим перевести в онлайн? Что мы готовы, что мы хотим и что мы можем сделать? Потому что в данном случае мы бы хотели перевести как можно больше услуг, но мы не можем этого сделать. Поэтому, например, в медицинском бизнесе «хочу», «могу» и «готов» – это разные вещи. Какой результат мы планируем получить? В чем он будет измеряться? В деньгах, в лояльности, в возвратности, в подписках? Все, что касается финансовых индексов удовлетворенности, возвратности – все здесь. Как мы будем измерять свой успех? И последний, пятый вопрос. Какие у нас есть ресурсы? И с одной стороны, казалось, что в марте месяце, что ресурсы все исчерпаны и больше ничего нет. А не тут-то было. Как только вы начинаете выписывать 10, 20, 30, 50 ресурсов, в которые входят даже административные ресурсы, это очень сильно помогает. Это помогает понять, за счет чего вы сейчас можете переобуться, переодеться и рвануть по-другому. Итак, что иллюстрирует того, что мы сделали? Чтобы это было понятно, и вы могли использовать это у себя, я вам покажу, что мы, кроме того, что мы задаем себе вопрос, что мы сделали, что мы не сделали, мы раскладываем это еще на пять уровней. Уровень стратегии, процессов, коммуникации бренда, команды и финансов. Итак, что у нас получилось, и что мы сделали до 28 марта? У нас уже была цифровая трансформация бренда. Мы понимаем, что сервис, мы, вернее так, мы его делим на цифровой, это все, что касается диджитализации, то, что облегчает работу внутри сотрудникам, и то, что продвигает очень сильно наших пациентов. Так вот, она у нас была. Слава богу, что мы ее успели сделать. На уровне процессов мы смогли вывести онлайн-консультации, и они у нас были, но были не очень востребованы. На уровне коммуникации с бренда был выстроен бренд, коммуникационная модель у нас была открытая для СМИ. Это очень важно, поскольку в первые месяцы мы поняли, что наша цитируемость СМИ на уровне федеральных клиник. И когда закончился год, мы попали в лидеры ростов по количеству цитируемой СМИ, потому что наши врачи каждый день выдавали от 10 до 15 комментариев относительно ковида и что с этим делать. У нас была сформирована команда, система регулярного обучения топ-команды, службы, сервисы и врачей. И на уровне финансов была сформирована небольшая подушка безопасности, которая позволила нам простоять. Что же мы не сделали? Во-первых, у нас не было плана «Б». У нас не было своей платформы для онлайн-консультаций. Мы пользовались скайпом и ватсапом. У нас была низкая система информированности онлайн-консультаций и не выстроена система онлайн-обучения. В онлайн мы были готовы перевести коммуникации с пациентами до визита в клинику. Это экскурсии в роддом, это завтраки с врачом. Кстати, если экскурсии с в роддом взлетели, то завтраки с врачом гипотеза не оправдалась, не взлетела. Проект «Посоветуйте врача». Тоже сделано в июне, очень хорошо взлетело. Онлайн-консультации с врачами мы перевели в онлайн. Обучение сотрудников перевели. И здесь онлайн-школа молодых хранителей, которая раньше была только оффлайн. Мы четко прописали, какие результаты мы планируем получить от доли рынка до количества цитируемости и возвратности наших пациентов, сохранения нашей команды. Четко просчитали, какие ресурсы у нас есть. И вот в данном случае вы можете сфотографировать этот слайд, потому что именно этими вопросами мы пользуемся, когда каждый месяц мы пересматриваем ресурсы, которые у нас есть у клиники. И таким образом, действительно, новый онлайн-мир – это не повод лечиться, как сын маминой подруги. И мы разработали тот алгоритм, который позволял нашим пациентам получать медицинские услуги вне зависимости от того, насколько был закрыт город, была закрыта клиника. У нас были онлайн-консультации, мы принимали на помощь, на неотложную помощь. И мы видим, что рост количества консультаций в период с пандемией вырос на 440%. Потом к августу он снизился на 62%, и сейчас он снова растет. Теперь наша вторая тема, которая была заявлена как тезис, это продвижение в социальных сетях как способ коммуникации. И тема была заявлена как малобюджетная, но здесь я бы сразу оговорилась, что это иллюзия малобюджетности продвижения в социальных сетях, потому что в любом случае вы чем-то платите. Вы платите либо деньгами, либо своим временем, либо своими силами. Так вот, задайте сами себе вопрос, чем вы готовы заплатить деньгами, временем или силами? Что мы делаем в социальных сетях? Наш инстаграм сейчас порядка 20 тысяч подписчиков, это самый активный инстаграм клиники в Екатеринбурге. И нам казалось, что наши подписчики – это только наши пациенты-клиенты, но не тут добыло. Анализ показывает, что у нас 4 крупные группы – это клиенты, партнеры, СМИ и другие клиники. И для каждой из этих групп мы делаем свое продвижение в социальных сетях. Для пациентов мы делаем экскурсии, полезную информацию из надежного источника, когда врачи комментируют то, что происходит в стране и в мире, относительно ковида, относительно того, что делают. Когда мы там реализуем такой больше репутационный проект, как врачи читают сказки. Мы делаем там викторины, развлекалки, подборки и ответы на самые задаваемые вопросы. Для партнеров у нас существует кросс, мы там весны эфиры, кросс-продвижение, викторины и розыгрыши, обмен постами. И для СМИ, у нас даже в Екатеринбурге есть такая байка о том, что если тебе нужно написать репортаж про медицину, и ты не знаешь эту, зайди в аккаунт УГМК здоровья, ты там все прочитаешь. Мы это долго выстраивали, у нас есть отдельная стратегия работы со СМИ, где в течение часа любому запросу мы должны предоставить ответ врача и комментарий. И другие клиники, тоже наши подписчики, причем активные подписчики. Сначала очень расстраивалась, когда я видела просто копипасты наших постов в других социальных сетях, но потом я поняла, что лидерство по продукту практически невозможно в современном мире. Единственное, что нельзя скопировать, это нашу заботу, это уровень сервиса и нашу сервисную модель. И теперь, как работать, третья наша тема, которая на сегодня была заявлена, это как работать с блогерами, реальный успешный кейс. У нас есть два таких. Первый успешный кейс, это работа с блогерами на открытии клиники, который состоялся год назад. Мы открывали огромный корпус, 28 тысяч квадратных метров, включая себя роддом, реабилитацию, отделение ЭКО. И вот там мы сделали для блогеров прямо отдельный день, в который мы собрали такой, скажем, для них отдельный маршрут, объединяющий очень визуально-визуально-емкий контент, который им позволил очень много всего снять. Мы им предложили маршрут, на котором был очень необычный и новый контент. Например, мы показали и научили каждого из них делать сергеточную-легочную реанимацию, фактически искусственное дыхание, чтобы сориентироваться в том случае, если с их близкими случилось что-то не то. И в этот же момент на открытии мы поняли, что микро- и нано-блогеры – это отлично работающая штука, а также непрофильные блогеры, потому что не все блогеры, которые писали про красоту и здоровье, они зашли и получили много постов. Один из самых постов, который получил охватных, оказался от блогера, от парфюмерного блогера, чем пахнет больница. Какие еще выводы мы сделали о том, что блогером может стать каждый наш клиент, и как только мы разместили инстаметки внутри клиники, у нас сразу повысилась цифрованность, сейчас нам меньше 10-15 отметок, даже где-то 20, наверное, приходит каждый день. При том, что доверие к нано-блогерам, к лайф-блогерам с подписчиками до тысячи, до двух, оно всегда даже выше, чем к тысячной никам и статусичникам. И кроме успешного кейса на открытие клиники, мы сделали еще второй кейс, мы продвигаем программу реабилитации после ковида для тех, кто переболел ковидом, только через блогеров. И сейчас все отделение реабилитации, оно заполнено именно такими пациентами. Идеально сработала система продвижения через блогеров, которые сами переболели ковидом, и после этого они у нас восстанавливаются. Кроме этого, мы продвигаем так родильный дом и программы чекап. Что еще? У меня осталась буквально одна минута. Что еще важно здесь сказать? Давайте, вот можно, могу отвечать. Таргетированную рекламу не пробовали? Конечно, пробовали. Сегодня просто тема не про это, про это не рассказываю. Мы активно пользуемся, это, пожалуй, львиная доля бюджета уходит у нас на таргетированную рекламу. Как продавать профилактические осмотры на B2B рынке? Не вижу проблем до 28 марта, до момента, когда профосмотры были запрещены приказом губернатора Свердловской области. У нас выделена специальная клиника, которая полностью забита на профосмотры, и в этом нет проблем. Если вы зададите вопрос более четко, я, наверное, смогу сказать, в чем проблема-то с продвижением профилактических осмотров на B2B. Так, давайте еще вопросы. Вы готовы проводить перекрестный маркетинг? Если это вы называете кросс-промоушн, да, у нас есть для, мы это реализуем, у нас есть проекты, проекты, которые мы сейчас, например, делаем вместе с, господи, торговым центром Европы. Да, такой интересный, сейчас давайте, наверное, немножко поспойлерю, потому что он уже в завершающей степени реализации. Сейчас модно быть не, знаете, не be beautiful, да, не be beauty, а be safe, то есть сохранность и безопасность, она важнее. И мы сейчас делаем прям огромный фотопроект, который будет размещен как внутри центра Европы, так и внутри клиники, о том, что маска сейчас это такой же предмет одежды, как и все остальное. Потом, я думаю, когда мы разместим, это буквально через пару недель, я вам покажу, как это красиво выглядит, и сейчас отличный визуал. Есть что посмотреть. Усилие маркетинга происходит при попытке дозвониться в ваш контакт-центр. Руслан, это наша боль, потому что на настоящий момент мы принимаем звонков в 4 раза больше, чем обычно. И мы не успеваем набирать людей такими темпами, мы не успеваем их обучить, да, и, к сожалению, мы их набираем, мы их рассаживаем, мы берем в аренду дополнительные места. Но в 4 раза больше звонков моментально мы не можем принять. Поэтому это наша боль. Мы работаем уже почти 24 часа в сутки. Да, Наталья, теперь, если позволите, пару вопросов, которые пришли еще на старте нашего форума. Я бы хотел спросить, во-первых, как быстро вам удалось перестроиться на новый формат работы, как только случилось вот это вот закрытие на фоне пандемии? Как быстро удалось выстроить стратегию действий? Мы вводили, давайте скажем так, мы делали это постепенно. Какие-то вещи мы ввели сразу в течение трех дней. Ну, то есть 28 марта, это, по-моему, была суббота, и мы уже все понимали, что с понедельника плановые медицинские услуги приостановлены. То есть что-то мы сделали в первые 2-3 дня, что-то мы сделали в течение, например, месяца. Потому что, если вы вспомните, в апреле не было тестов на ковид. Их, в принципе, не было в городе толком. И вот с мая мы их начали проводить. Когда появилось достаточное количество людей, переболевших ковидным, и стало понятно, что им нужна реабилитация, мы сразу же вводили программы. То есть примерно в июне были введены специальные программы для реабилитации постковидных больных. То есть вашу стратегию вы подстраивали под ситуацию, и все происходило буквально с колес. Правильно я понимаю? Абсолютно с колес. Хорошо. И на самом деле, если бы мы знали, что так наступит, и так надолго, а не на 2 недели, мы бы, конечно, к этому подготовились. Ну, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я это себе повторяю каждый день, когда смотрю на биржевые графики. Скажите, как при онлайн-консультировании вы соблюдаете требования законодательства проводить первую консультацию в очном режиме? Есть требования. Посмотрите, у нас есть две формы онлайн-консультации. Первая – это доврачебный прием, в котором в случае нельзя ничего назначить, в котором нельзя поставить диагноз, в котором нельзя прописать. Ну, то есть это такая очень странная консультация, но которая позволяет человеку сориентироваться, что если у него болит вот здесь, ему к неврологу, ему к кардиологу или что это может быть, он хотя бы поймет. Вот. Кроме этого, ему можно сказать, ребят, тебе надо сначала сходить, сначала делать ЭКГ, а потом идти к врачу. Это тебе сэкономит силы, время и деньги. Есть второе направление, это как раз вот то, что вы говорите, когда врач знает этого пациента в лицо, он открывает его карту, и он у него уже был, он может поправить какие-то назначения. То есть здесь требование законодательства соблюдено, если это уже ваш пациент с некой историей, с медицинской картой. Понятно. Еще один вопрос, Наталья. Как правильно подобрать блогера под себя? Какой был у вас метод, на что прежде всего опирались, спрашивают наши зрители? Слушайте, ну, опирались на, конечно, направленность, про что человек пишет. Очень важно было, чтобы ценности блогера и ценности клиники совпали, чтобы мы были про, знаете, как бы про жизнь, про здоровье, про то, что все это просто, легко и красиво. Это когда мы опираемся на ценности. Ну, а второе, мы открываем, мы запрашиваем блогера статистику и смотрим, сколько у него накрученных подписчиков, сколько живых подписчиков, насколько они у него живые, активные, лайкающие, комментирующие, вступающие в диалоги и так далее. А не только по неким своим предпочтениям нравится, не нравится человек. Ну, в этом я нисколько не сомневался. Большое спасибо, Наталья. С нами на прямой связи из Екатеринбурга. Была Наталья Борова, директор по маркетингу клиники УГМК «Здоровье».